Здравствуйте, уважаемые господа! Сегодня у нас вебинар необычный. Я решил к дню рождения школы все-таки постараться рассказать о концепции нашей школы, а также постарался взять самые интересные вопросы, которые задают мне люди во время проведения мной бесплатных вебинаров. Я сегодня хочу вам открыть вопросы. Что такое человек? В чем смысл жизни? Есть ли у человека предназначение? Что такое любовь? Что ждет человечество? Что дает человеку обвинения своих родителей? Как человек создает свои страдания? Какая пища может поднять человеку энергии? Как жить расслабленно? Есть ли упражнения, которые могут энергетически избавить человека от всех заболеваний? Стоит ли жениться и выходить замуж? Нужно ли это делать человеку? Почему, если жизнь создана как элемент обучения, то почему не получается обучаться? Почему люди страдают в жизни? Рай или ата, земле? Что это такое? Бывает ли такое? Что ждет человека? Что ждет от человека Бог? Что должен ждать от Бога человек? Если бы вам разрешили одну вещь в мире, то что бы это было? Дальше. Какое самое важное качество человека? Дальше. Что сделать, чтобы быть богатым? Вот такие вопросы я буду сегодня освещать. Я надеюсь, никто не возражает. Это вопросы, которые я получаю постоянно в ходе моей работы, вот так в виде общественной деятельности. Я постарался выбрать самые интересные вопросы, и сегодня эти вопросы я буду обсуждать. Итак, хотелось бы в честь семилетия школы почитать небольшое количество отзывов, которые оставляют люди на нашем сайте duiko.guru, а также в YouTube, а также на определенных страницах. Итак, давайте только новые буду читать. Я этому посвящу небольшое количество времени, и после чего начнем. Вы знаете, есть такая закономерность. Те люди, которые начинают работать в нашей эзотерической школе Кайлас, то есть это копирайтеры, или это люди, которые занимаются IT-программированием, или это люди, которые занимаются рекламной деятельностью, или вообще люди, которые начинают работать в школе Кайлас, они сталкиваются с тем, что в их жизни очень все налаживается. Перестают болеть, перестают болеть дети, появляются деньги, появляются возможности и так далее. После того, когда человек уходит из нашей компании, потом вдруг оказывается, что, в общем-то, он денег начинает зарабатывать больше, а вот везение у него начинает уходить. С чем это связано? Это связано с особенностью работы нашей общественной организации. Данная особенность нашей общественной организации связана с элементом служения. Я не столько работаю для того, чтобы зарабатывать на общественной организации и в школе Кайлас деньги, а своей миссией я считаю все-таки служение людям, а также культивирование и объяснение совершенно других ценностей для среды социальной. Также считаю себя человеком, который может объяснить настоящие божественные ценности, которые могут быть привитыми, как прививка новой социальной модели, которая в дальнейшем может сделать мир прекрасным, красивым, счастливым. Я извиняюсь. Итак, давайте я почитаю небольшое количество отзывов. И начну я, наверное, даже не с отзыва, вот еще с чего. 27 апреля – это событие нашей школы. Именно 27 апреля я провел первый день, первой ступени в эзотерической школе Кайлас. Это было в Киево-Могилянской академии. Очень немного людей присутствовало тогда. Я считаю это значимым событием, так как я его посвящал дню рождения своего сына и решил, что это событие будет посвящено еще и рождению моего ребенка. Также могу сказать, что 27 апреля выбрано было мной не случайно, потому что это цифра 9 или цифра максимальной реализации человека, общества. За это время огромное количество людей стало частью эзотерической школы Кайлас. На сегодняшний день более миллиона человек являются последователями эзотерической школы Кайлас. Сразу же хочется задать вопрос. Андрей Андреевич, если последователей так мало, почему у вас тогда подписчиков около 200 тысяч? Объяснение этому найдется. На сегодняшний день каналы, которые являются неофициальными каналами, которые называются Андрей Дуйко, эзотерика в помощь, там Наталья Черних, там очень-очень много каналов. Мы подсчитывали и оказалось, что в YouTube каналов, которые несут косвенно информацию, которая связана с Андреем Дуйко, на сегодняшний день насчитывается более 500 штук. Таким образом, каждый из этих каналов имеет от 500 подписчиков, и есть такие каналы, на которые подписано 150 тысяч человек. И это очень большое количество человек. Таким образом, просто большое количество людей, они слышали о школе, знают о школе, знают обо мне, но, к сожалению, не могут найти наш официальный канал. Я ничего не делаю с целью убирания таких каналов, так как считаю, что это дело партнеров, которые занимаются распространением инфопродуктов нашей школы и зарабатывают на этом деньги. Итак, отзывы. Наиля. Методика, которая быстрее и лучше всего работала, это зеленая нитка. Прошлым летом упала на ровном месте, подскользнулась, когда мыла полы, таз вдребезги, повредила или сильно ушибла позвоночник, не знаю. Но болела здорово. Ногу тащила со собой, не могла ни сидеть, ни лежать, ни ходить. Все время думала, что за наказание. К счастью, появился урок про зеленую нитку. Тут же пошла в магазин, купила зеленое мулине, выписала мантру и начала практиковать. Уже на второй день боль отошла, и спина перестала болеть. Не болит совсем и по сей день. Удивительно. Хотите верьте, хотите нет. Но работает точно. Кайлас – это класс. Дальше. Хочу сказать огромное спасибо за те знания, которыми вы щедро делитесь с нами, простыми людьми. Действительно, жизнь меняется в лучшую сторону. Я прохожу пятую ступень, побывала на трех морских курсах. Прошла почти все с НГС учителем сеансы целительства. Изменения стали происходить в самом начале моего знакомства со школой Кайлас. Сначала жуткие, неприятные, но это длилось 2-3 месяца. Потом неожиданно сюрпризы, которые можно назвать чудом. Потому как происходило то, что в принципе произойти не могло. Например, рождение ребенка моего старшего сына после 12 лет отчаяния и жесткого приговора врачей. Что, мол, смиритесь, чудес не бывает. Интересен тот факт, что наступает период, когда тебе постоянно везет. Вот куда ни повернись, везде везет. Подарки из неожиданных источников, самые непредвиденные, как мне, так и моим взрослым сыновьям. Люди совсем по-другому относятся. Прямо чувствуется их забота совсем незнакомых людей. Все хотят тебя накормить, пригреть, чем-то угостить. Двери открываются. Просто нужно проходить ступени, выбрать для себя соответствующие желаниям и практикам, и работать. Это очень легко. Занимайся, не парься, верь, что все скоро будет так, как я хочу. Соблюдай философию школы и все желания исполнятся. Низкий поклон вам, учитель, написала Наталья Гольченко. Дальше. Сейчас открывается. Всю жизнь искала, что, как, чем заниматься. Все время искала то, чтобы помогала деньги зарабатывать, чтобы очень нравилось. Каждый раз, читая книги, там писалось об учителе-ученике. В спорте тоже есть тренер-ученик. Волноватый человек получает золото, но не все. Только с хорошим учителем. Я все время просила у ангелов дать мне эту возможность, дать мне хорошего учителя. Они меня наградили, отправили на канал Андрея Андреевича. И вот уже год слушаю все семинары. Прошла первую, вторую ступень. Практикую семинары эзотерика, бизнеса, доктрина бизнеса, магия денег, заклинания, коды, шумы. Скажу, ребята, все работает. Шикарно работает. Метод бутылки. Я его использовал еще и, чтобы люди уважали меня. Хочу сказать, покупайте этот продукт. Это супер работает. Санга, я вообще кайф. Ты получаешь не только большой заряд энергии, но и те секреты, которые нет в обычном социуме. У меня есть желание обязательно побывать на морском курсе. Уверена, что скоро смогу там быть. Благодаря вам, Андрей Андреевич, я везде стала замечать эзотерические знаки и вывески вокруг. Да, эзотерика вокруг. Я буду развиваться далее. Написала Герасимова Татьяна Николаевна. Ну что? Ученица первой ступени члена РТЕ. Скажите, пожалуйста, начала заниматься приготовлением комплексных обедов. Получится у меня этот бизнес или заниматься чем-то еще? Получится. На второй бесплатной ступени вы рассказали о методе с лампочкой, но после применения у меня не получается забыть о человеке и вновь одолевает страдания по нему. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно делать или есть еще способы убирания привязанности к человеку. Сегодня эти все вопросы прямо сейчас начну открывать. Итак, 20 уникальных вопросов, которые были заданы Андрею Дуйко на протяжении нескольких месяцев. Я эти вопросы сохранил и специально сегодня хочу о каждом, каждой из этих вопросов открыть. Читаю наш сегодняшний вебинар праздничным и уникальным. Итак, первый вопрос. Кто есть человек? И что это такое? Человек для чего он существует? Я хочу вам сказать. Человек – это существо, рожденное от своих родителей. Но в случае, если человек начинает развиваться в дальнейшем, то данный человек является существом, духовно развиваться, то данный человек является существом, который фактически является рожденным от Бога. Так как человек, рожденный от родителей, он проживает с позиции эгоизма, а также с позиции амбициозности, считает, что он основа земли. Духовный же путь человека связан с его духовным возрождением и с пониманием того, что есть дополнительная третья сила, которая является Богом. И эта третья сила дополнительно является для человека важным и неоспоримой опорой в виде еще духовного отца, то есть по-другому Бога. Человек есть существо, созданное по образу и подобию Божьему. В чем смысл жизни? Это второй вопрос. Ну, он выходит из первого вопроса. Вот смотрите, у меня родился ребенок. Скажите, что я хочу дать этому ребенку или зачем я рожаю этого человека? Даже не зачем я рожаю, а в тот момент, когда родился у меня ребенок, какие желания у меня, когда я начинаю смотреть за этим ребенком, думать о нем. Давайте я вам скажу, как отец своего ребенка и как отец многодетного семейства, могу сказать, что когда у меня ребенок рождается, я хочу этому ребенку счастья. Когда ребенок рождается, первое, что хочет человек, как отец, он хочет ему счастья. А скажите, буду ли я думать о том, что мой ребенок, которому я хочу счастья, мне бы хотелось, чтобы он прожил в счастье? Конечно. Тогда ответ, в чем смысл жизни, заключается вот в чем. Бог создал человека для, и дальше сами скажите это слово, для того, чтобы он прожил счастливым. Быть счастливым, это и есть наша основная цель и наша основная задача, для того, чтобы не расстраивать своего духовного отца, то есть по-другому Бога. Мои дорогие друзья, я вас очень прошу, не нужно сейчас писать мне ничего, я выписал вопросы, сегодня прочитаю праздничное СНГ, и на этом мы закончим, потому что я просто буду игнорировать ваш чат, и в дальнейшем не отвечу ни на один ваш вопрос. Скажите, в данный момент очень важно, как лечить пелонефрит у вашего сына? Данный вебинар посвящен празднику, который называется «9 лет нашей школы». Давайте сделаем его вместе праздничным, хорошо? Давайте без там, нужно ли мне заниматься парикмахерским искусством и так далее. Иначе в дальнейшем я просто не смогу вести такие вебинары и не смогу больше с вами контактить. Людей уже миллион человек, поэтому количество вопросов каждый раз становится все больше, и вопросы на самом деле такие не очень хорошие. Валерия Спиро. У меня к вам, как главе правления РТЕ, такой вопрос. Я гражданка Израиля, Украине, не принят законные языки, и вам теперь нужно проводить заседание правления РТЕ на украинском языке. Но я, наверное, многие не поймут, о чем вы будете говорить. А это как бы ущемление моих прав, как члена международной общественной организации. В организации много членов с разных стран мира, поэтому мне, и, наверное, многим членам организации хотелось бы, чтобы вы проводили заседание МИРТЕ на русском языке, английском и украинском. И у меня к вам огромнейшая просьба. Выставите, пожалуйста, этот вопрос на голосование. Я люблю нашу международную общественную организацию Институт развития творческой единицы. Итак, я не имею права не отреагировать на данный запрос, и поэтому, как руководитель Института развития творческой единицы, ставлю на голосование вопрос ввести основными языками во время проведения наших заседаний с территории Украины три языка украинский, российский и английский. Давайте напишем плюсы, кто за. И напишем минусы, кто против данного принятия нашего решения. Итак, давайте сегодня проголосуем, кто за то, чтобы следующие вебинары проводились на русском, украинском и английском языке. Кто не возражает? Давайте ставим плюсы. Так как я буду и на русском, и на английском, и на украинском языке их проводить в дальнейшем. Но из-за того, что у нас сейчас русскоговорящая группа, давайте все поддержим, поставим просто плюсы. Итак, из-за того, что плюсов большинство, я считаю, что мы такой договор приняли. Ура, товарищи! Также я хочу вам показать яйцо, которое я сегодня приобрел. Это яйцо янтаря. Я о нем говорил на заседании РТЕ. Почему именно такой формы и почему оно не прозрачное? Дело в том, что меня заинтересовала в этом яйце вот такая спираль. Это очень необычно. Здесь включение в виде такой спирали и захватила эта спираль. Здесь на ней очень четко можно увидеть цифру 9. Для меня это показалось знаком. Также на этом яйце можно увидеть четко символ 0, а также символ А и рассмотреть огромное количество дополнительных символов. Могу сказать, что это было для меня классическим, наверное, указанием того, что его необходимо приобрести. И к удивлению продавца, я его сегодня приобрел. Итак, единогласным голосованием я объявляю проведение сегодняшнего вебинара из территории Украины на русском языке, потому что так хочет руководители, а также заседания нашей общественной организации. Ну и продолжаем. Чтобы у меня в дальнейшем не было неприятностей, спасибо вам за вынесение этого, для того, чтобы мы могли это сделать в виде протокола и внести в дальнейшем в протоколы нашей общественной организации. Ну что ж, продолжаем. Гунина. У меня вопрос по ПОДРТ. Почему в этом году вебинары не выставлены в архив? Членство за этот год оплачено. Никак не могу попасть на вебинар в реальном времени. Появятся ли они там? Примите, пожалуйста, в круг. Принимаю. Ну что, дорогие друзья, пожалуйста, все вопросы, которые связаны у нас с общественной организацией или с чем-либо, все вопросы пишите в поддержку. Договорились? Итак, в начале тема, которую я написал на четырех листах и после этого буду отвечать в оставшееся время на те вопросы, которые вы мне задаете. Итак, в чем смысл жизни? Я уже объяснил. Смысл жизни является смыслом, в ходе которого человек должен быть счастливым человеком. Задайте себе вопрос. Исполняете ли вы миссию божественную, которая наложена на плечи человека? Являетесь ли вы счастливым человеком? Ответив на этот вопрос, скажите себе, кто мне мешает быть счастливым человеком? И дальше разделите. Это мое внутреннее состояние мешает, это внешнее мир мешает и что, по моему мнению, быть счастливым человеком? Я хочу вам сказать, что для того, чтобы человек становился счастливым человеком, ему необходимо, чтобы в середине его по чуть-чуть исчезало вранье. Но к этому мы сейчас вернемся. Следующий вопрос, третий. Есть ли у человека предназначение? Скажите, когда у вас родился ребенок? Есть ли у человека предназначение? Дальше мой ответ такой. Скажите, есть ли у вас родился ребенок, то у вас есть перед этим ребенком желание или у вас есть четкое предназначение, для чего этот ребенок у вас родился? Я считаю, что когда человек говорит, в чем мое предназначение, он немножко льстит себе. Дело в том, что когда у меня рождались дети, то я не думал о их предназначении. Я считаю, что основным предназначением родившегося ребенка является предназначение того, что он удивил и, наверное, добавил любви в жизнь того родителя, у которого он родился. Именно поэтому я часто говорю, человек предназначен или его основное предназначение заключается в том, чтобы он прожил в радости, а также прожил счастливо. Это основное предназначение любого человека. В случае, если вы проживаете нерадостно и несчастливо, то вы страдаете, тем самым, наверное, ваш отец страдает вместе с вами. Допустим, в тот момент, когда страдает мой ребенок, в этот момент страдаю я. Так же происходит у обычного человека. Но неужели невозможно найти в себе небольшое количество радости, чтобы жить чуть-чуть радостнее? Но почему люди находят возможность все время, все время грустить, включать у себя злость, апатию, нервничать? Но неужели нечем в жизни заняться? Неужели сложно найти вот эту внутреннюю силу для того, чтобы хоть как-то включить позитив в своей жизни? Хоть как-то начать обращать внимание на внутреннюю радость? Ну, выспаться нужно, покушать нужно, не нужно все время в себе ковыряться. Человек обязан находить радость в своей жизни любыми ему доступными способами. Что такое уровни человека? Уровни человека это уровни, которые обозначают от чего он может максимально испытывать радость. Самый нижний уровень это радость только от сексуальных отношений. Средний уровень этих уровней много. Это радость от еды, радость от вербальных контактов. Третий уровень радость от того, что видят глаза. Четвертая радость радость от надежды того, что скоро что-то произойдет. Пятая радость внезапная, исходящая просто так, внезапно радостно появляющаяся. Я надеюсь, вам вопросы, которые я сегодня освещаю, нравятся. У вас все равно нет выбора. Итак, что такое любовь? По моему мнению, любовь является элементом безвозмездного служения человеку, который буквально звучит так. Человек, который говорит «Я люблю тебя», фактически произносит следующие слова «Мое тело, мои деньги и все, мои чувства, все принадлежит тому, кому я говорю люблю безвозмездно». То есть, даром я готов это все отдать. То есть, это тотальная самоотдача человеку. Таким образом, можно сказать, что слово «люблю» говорить просто так чужим людям я бы не рискнул. Потому что, если вы будете налево и направо дарить любовь, а также думать о любви и произносить «Я тебя люблю», то, скорее всего, в вашей жизни найдутся те люди, которые захотят безвозмездно воспользоваться вашим телом, вашим имуществом, вашей жизнью и так далее. Вот что происходит на самом деле, когда человек начинает очень активно популяризировать, а также практиковать практики, которые связаны с элементами проявленной любви. я бы на самом деле не рискнул бы заниматься вот такими практиками, потому что я считаю, что это однозначно 100% в дальнейшем приводит человека к тому, что он сталкивается с трудностями физического здоровья, так как кто-то отбирает его здоровье, когда он говорит «люблю», он фактически говорит «ты можешь безвозмездно забрать все, что ты хочешь и что принадлежит мне». теряет финансы, теряет бизнес, теряет семьи, это все на фоне того, что это происходит. У меня была женщина, она мне написала во время поста «не дарите просто так свою любовь», она мне написала «надо же», а я была очень успешной женщиной с семьей, с хорошим мужем, любимыми детьми, и каждый раз, когда я отвечала по телефонному звонку, я всегда говорила «люблю, целую» и дальше «люба». И говорит, это были смс-ки, это было все время. Итог такой, сейчас она очень больная, очень несчастная, потерявшая имущество женщина. Вы представляете, это всего лишь одно слово. Данное слово является важным для человека словом, которого произносить необходимо только тем людям, которых вы искренне и со всей силы обожаете. Далее. Что ждет человечество? Это шестой вопрос. Человечество ждет кармическое обучение, которое связано с выводом, который человек ставит перед своей смертью. Вот смотрите, каждый раз, когда человек рождается и проживает свою жизнь, то в момент своей жизни он может сделать вывод о том, как он прожил жизнь. Если этот вывод он сделал, то в следующей жизни жизнь его будет другой. В случае, если он вывод никакой не сделал, то в следующей жизни жизнь будет такой же. Таким образом, каждый вывод, который является выводом жизни, является выводом кармическим. И я могу сказать вам, что из-за того, что так устроен принцип жизни, люди, которые жили в средние века, были более кровожадные, а также были более, наверное, жестокими, чем сейчас, несмотря на то, что очень активно возрождалась в них и культивировалась среда христианского мира, которая говорит о том, что апатия, лень, злость, гнев и все остальное это плохо и бескорыстие и так далее, это очень важно, не укради, не убей и так далее. То есть в христианском мире, который на протяжении 2000 лет, 2018 лет присутствует на территории тех стран, где было средневековье, ну и наших стран, не привело, к сожалению, людей к тому, чтобы они за счет данной философии могли быть другими. Но я могу сказать, что все же что-то повлияло на этих людей и сейчас люди менее кровожадные, сейчас, наверное, никто не захочет смотреть на дыбы, а также на распятие. И это говорит о том, что кармическое перерождение людей со временем делает их высокодуховными существами, вырабатывая у них качество нового и вновь-вновь обучающих программ, которые они воспринимают в виде вывода перед своей смертью. Так в одной жизни ты убиваешь, а в следующей жизни тебя убивают, и в третьей жизни ты уже не будешь не убивать, не захочешь кого-либо убивать и сам не захочешь при этом быть убиенным. Таким образом, это говорит о том, что мир и наше человечество с каждым нашим перерождением будет становиться лучше, лучше. И что ждет человечество? Человечество ждет улучшения жизни, улучшения отношения друг к другу, отношения к семье, отношения к людям. Это все его ждет, и это в дальнейшем будет происходить. Будут ли концы света и завершения этого мира? Нет, к радости на нас не упадет метеорит, не будет цепной реакции вулканов, Также не произойдет глобальное похолодание и потепление, также нигде не взорвется атомная или водородная бомба. Также мы будем спустя 2000 лет вновь и вновь наши потомки, а также перерожденные мы, будем вновь и вновь присутствовать на каких-то вебинарах. Вероятно, изменится технологическая система передачи информации. Ну и в дальнейшем люди будут становиться лучше и лучше и смотреть уже с призмы своего времени на наш социум, как на дикий, жестокий, лживый, хищнический, средневековый мир. Что дает человеку элемент обвинения своих родителей? Я хочу вам задать такой вопрос. Как вы думаете, если человек создан по образу и подобию Божьему, и Бог является элементом или является тем существом, которое создало человека для того, чтобы человек прожил в радости? И тут стоит такой вопрос. Скажите, почему тогда Бог, как отец человека, не помогает человеку быть более счастливым человеком? Почему Бог, как правило, не помогает человеку? И здесь все связано с определенным эзотерическим правилом. Я хочу вам сегодня этот вопрос задать. Скажите, как вы относитесь к своим родителям? Вы им помогаете? Как вы относитесь к своим детям? Вы этим детям помогаете? Как вы относитесь к своим сестрам или братьям, которым необходима помощь? Скажите, вы им помогаете? Вот если у вас будет вопрос «Да», то можете поставить черточку. Как можно помогать человеку, если у вас нет финансов? Ему необходимо помогать физически, душевно. Этому человеку необходима, возможно, физическая помощь. Человек должен обязательно помогать своим близким. Как необходимо относиться к родителям и для чего это необходимо делать? Я хочу вам сказать, это является лакмусовой бумажкой. Если ребенок помогает своим родителям, то тогда он становится очень везучим. Почему? Так как Бог, один большой родитель, начинает понимать, что глаз за глаз, зуб за зуб происходит. То есть, если ты помогаешь своим родителям, то Бог помогает тебе. Если ты за что-то ненавидишь родителей, если ты за что-то плохо относишься к своим родителям, если нечего с этих родителей взять и так далее, то таким образом человек становится эзотерический и в жизни, нарушает эзотерические законы, в жизни становится невезучим. Ему он перестает вести, ему перестает попадаться нужная работа, деньги исчезают и так далее. Естественно, любое культивирование того, что в памяти есть ситуации, при котором родители были плохими, неправыми, совершали проступки по отношению к вам, эти все ситуации необходимо забыть. Если вы эзотерически стремитесь к тому, чтобы Бог начал вам помогать. Иначе у вас ничего в жизни получаться не будет. Также хочу сказать, что существует эзотерическое правило. Оно звучит так. Обвинения и воспоминания об отце чего-то плохого приводят человека и его семью, кстати, к тому, что в дальнейшем семья этот человек остается навсегда без денег. Поэтому, если в вашей памяти есть проступки, которые совершал отец, проступки, которые совершали мужчины в вашей семье, связанные с вами кровными узами, знайте, необходимо это все обязательно в себе перебороть и стараться об этом не вспоминать. Иначе это будет одной из причин того, что в вашей жизни не будет денег. Естественно, если вы женщина или мужчина и обвиняете мать, вспоминаете что-то плохое про мать, то в дальнейшем женщина теряет свою красоту. Так как чем сильнее девушка или мужчина любит свою мать, тем красивее она будет. Тем красивее она в глазах других людей будет выглядеть на улице. И чем более сильно женщины обожают и любят своего отца, не вспоминая какие-то гадости, тем больше материального благополучия в жизни у таких людей будет. Естественно, когда, допустим, человек может мне сказать, я достаточно взрослая, у меня сейчас нет в живых ни мамы, ни отца, я хочу вам сказать, зато у вас есть дети, зато у вас есть близкие, скорее всего, у вас есть родные, какие-либо родственники, которые связаны с вами по крови. Вы обязаны это знать, что в случае, если вы будете стараться им безвозмездно помогать, то в дальнейшем, скорее всего, на вас будет обращать внимание фортуна. Я начал изучать ваши ступени, стараюсь следовать всему, чему вы там мучите. В моей жизни все становится все хуже. Попала в три аварии подряд, одна с участием пьяного пешехода. Скажите, что со мной не так? Сейчас мы к этому придем. Слушайте то, что я сегодня говорю, это важнее. Сейчас вы на эти вопросы сами поотвечайте. Вот скажите, вот то, что я сейчас сказал, это важно для человечества? Это важно для человека вообще? О том, что нужно к родителям хорошо относиться? Здравствуйте, Андрей Андреевич. А как вы смотрите на предсказание Мочи Глобдон в своих учениях в книге «Отсекая надежду и страх», где она предсказывала пессимистическое будущее поколений, духовную деградацию человечества в связи с прохождением последних циклов 500-летия? Надеюсь, более внятно сформулировала. Да, я читал книгу Мочи Глобдон, «Отсекая надежду и страх», также являюсь поклонником этой книги, многократно эту книгу в своей жизни перечитывал, и могу сказать вам следующие слова. Данная книга является наполовину художественным материалом, так как эта книга была записана как бы из истории, которая связана с Мочи Глобдой. Лобдон, сама Мочи Глобдон, она никогда не писала книгу, и окончание книги, а также некоторые истории, которые описаны, включая определенные обряды и историю с цветной птицей, эти все идеи, они были полностью придуманы и опубликованы в этой книге. Дело в том, что Мочи Глобдон – это житель Тибета, которая жила очень давно. она была как бы организатором и основателем тибетского мистицизма Кагью. Она родилась после Наропы, это очень-очень древние времена были. Я могу сказать, что на то время письмена не сохранялись, а также в большинстве своем та информация, которую мы уже прочитали в виде книги Мочи Глобдон «Отсекая надежду и страх», является более современной такой публикацией, полупопуляристической и фактически не исторической, а такой сказочной. Само упоминание Мочи Глобдона в тибетском мистицизме вызывает всегда улыбку, потому что достоверно сказать, что такой человек когда-либо присутствовал, невозможно. Также упоминание о сыне Мочи Глобдон, о том, где она жила, при детальной проверке оказывается не очень правдивой информацией и так далее. Поэтому я могу сказать, что при сказании конца света или при сказании каких-то тяжелейших ужасов, их было очень много, к радости они себя не оправдали, ничего такого не произошло, поэтому можете не заморачиваться. Я очень люблю свою маму, но у меня пока нет возможности ей помогать, потому что у меня с каждым днем становится все хуже. Хотя я очень хочу, чтобы моя мамочка ни в чем не нуждалась, но у меня не получается так сделать. Марина, вы сейчас сделали одну из основных эзотерических ошибок. Ваша эзотерическая ошибка заключается в том, что вы страдаете. Если человек находит элемент страдания и за счет этого страдания страдает, то он нарушает первый принцип жизни. А я сегодня об этом первом принципе говорил. Смысл жизни заключается в том, чтобы человек был радостным или был счастливым. Человек может научиться счастью, начиная себя обучать, от чего он может быть счастливым. И в случае, если человек плавно нарабатывает элементы счастья, он начинает становиться счастливым от одежды, от воды, от того, что он там что-то кушает, от того, что он с кем-то общается. Это счастье, оно разрастается. Это как цветок. Какой-нибудь цветок, который медленно начинает расти. И счастливая жизнь – это плоды, которые появляются в виде счастливой семьи. И после этого, проходите мои ступени. Я об этом рассказываю постоянно. Проходите ступени. Рада, что познакомилась с вашим творчеством. Заинтересовалась. Хочу спросить, что посоветуете для плоского лишая. Ну что ж с вами такое. Итак, как человек создает свои страдания? Вот у вас сейчас ряд страданий. Вы пришли в эзотерическую школу Кайлас, так как в вашей жизни присутствуют страдания. И вы не знаете, как из этих страданий вам выйти. Итак, для чего даются страдания, а также как избавиться от страданий? Есть одна концепция. Она очень глубоко культивируется в моем эзотерическом направлении или философской доктрине моей школы. И эта концепция, она звучит так. Радость приходит к человеку, если человек хвалит. Почему? Вот смотрите, между мужчиной и женщиной какие есть элементы. Допустим, если мужчина, допустим, нежный с женщиной, то тогда женщина к нему благосклонна. Посмотрите, если мужчина нежен с женщиной, то она благосклонна к мужчине. А если женщина нежна к мужчине, то он благосклонен к ней. Таким образом, существуют концептуалы такие. Один из концептуалов – это возможность проявлять свою нежность. И эта нежность проявляется в виде хвалы. Поэтому, когда человек живет в концепции того, что он все хвалит, то в его жизни появляется и накапливается радость. А в случае, если человек начинает хулить, то это вызывает у человека страдания. А теперь посмотрите, как множество людей живут на планете Земля. Они начинают кого-то ругать. Вообще, поставьте для себя идею такую. Попробуйте на протяжении дня или месяца, попробуйте посмотреть, к какой чаше весов вы более склонны. Вы склонны более критиковать, ругать и хулить? Или вы склонны к тому, чтобы поддерживать, поощрять и хвалить то, с чем вы живете, и то, вокруг чего вы живете? Вот смотрите, если вы хвалите еду, хвалите того человека, который ее приготовил, хвалите жизнь за то, что на улице что-то происходит, хвалите тех, кто не очень хорошо себя ведет, и хвалите тех, кто хорошо себя ведет, то вы можете столкнуться с тем, что у вас появится радость. Но люди умудряются жить по-другому. Эти виноваты, этот козел, эти плохие, ребенок плохой, почему ты не учился, сколько можно, вы воспитываете, вы критикуете, вы постоянно чем-то недовольны. То есть вы по-другому выбираете для себя путь. Не напрасно в Библии написано, что Бог создал человека, и человек сам выбирает для себя путь. Выбирает путь радости или путь страдания. Так вот, открытие, оно существует. Это открытие звучит так. Если вы хвалите, в вашей жизни будет радость. Если вы хулите, ругаетесь, то в вашей жизни будет горе, а также в вашей жизни будет страдание. Поэтому выберите уже сегодня для себя этот путь. Вот что вы начали делать? Вы начали страдать. А это говорит о том, что вы в жизни склонны к тому, чтобы критиковать. Что вам сказать? Я надеюсь, эта информация вам интересна. Продолжаем. Вопрос номер девять. Какая пища может поднять энергию человека? Я считаю, что энергию человека может поднять только монопища. Какая это вода, а также яблочко, а также отдельно не сваренное, а сырое что-то. Вот орех можно съесть. Или можно съесть какую-нибудь приправу, специю, травинку. Если это монопища. То есть отдельно куркуму, отдельно кориандр, или отдельно огурец, или отдельно помидор. Это продукты, которые находятся отдельно. Это продукты, которые попадают в ваш рот в виде монопродукта. И вот данный продукт, который... Можно кашку, которая сварена без масла, а просто с водичкой и без соли. Потому что в монопродуктах, в которые ничего не добавлено, это монопродукты, из которых черпает человек огромную энергетическую силу. Но есть одна тайна. Для того, чтобы продукт или монопродукт отдал вам силу свою, необходимо знать, что в тот момент, когда вы едите такой продукт, вы должны представлять, будто в этом продукте вы видите солнце. Если вы будете брать каждое утро, съедать яблоко, в котором вы будете видеть солнце, это яблоко будет заряжать вас энергией на весь день. Такое солнце бессмысленно представлять в случае, если есть борщ или суп, или там оливье и так далее, так как это уже смешанные продукты. Но в случае, если вы пьете воду, представляете солнце. Если вы едите яблоко или огурец, представляете солнце. То вы в дальнейшем можете ощутить на себе ту энергию, которая сделает вас энергетически, физически сильными. Я ответил на вопрос, какая пища может поднять энергию. Ответ монопища, вода, яблоко. В одном экземпляре, если в нем представить солнце, есть это в одном экземпляре. Допустим, огурец, в котором солнце, яблоко, в котором солнце. Дальше виноград, в котором солнце и так далее. Даже вино, в котором солнце. Это все является монопродуктами. Если съедать монопродукт, в котором солнце, то это дает человеку яркую энергию. Особенно, если это что-то сырое, невареное. Дальше. Как жить расслабленно? Такой вот вопрос. Я считаю, что человек может жить расслабленно в двух элементах. Если он тотально принимает себя и принимает ту жизнь, в которой он находится. Принимать это значит не злорадствовать. Принимать это значит никого не воспитывать. Принимать это значит не критиковать. И второй элемент. Человек может жить расслабленно в случае, если у него есть святая вера. И он живет через принцип слов. Скоро у меня это появится. И после этого не заморачивается. Таким образом, святая вера и тотальное принятие себя и окружающего мира может позволить человеку жить расслабленно. Я понимаю, что ученики младших ступеней или люди, незнакомые с эзотерикой, практически не поняли, что я сказал. Но я могу вам сказать, что для тех людей, кто будет в дальнейшем развивать свою духовность, мои слова со временем могут оказаться, могут быть теми словами, которые приведут человека к состоянию просветления. Что с точки зрения эзотерики делать добрые дела? Обычно люди используют потом в своих интересах, после того, как им помогают. Смотрите первую ступень, я об этом рассказываю. Я рассказываю об Адвайте, а также рассказываю о добрых делах. И там для чего другие делают, для чего люди делают эти добрые дела. Я отвечу на ваши вопросы только в конце того, когда прочитаю все свои вопросы, которые вы мне задали, и дам на них ответы. Итак, есть ли упражнение, которое поможет эзотерически и энергетически избавить человека от всех заболеваний? Да, данное упражнение есть, это мой ответ. Данное упражнение существует, это упражнение, которое широко используется в разных эзотерических и культовых системах. Это в буддизме используется, это используется в удаизме, индуизме, в шваизме, в тантризме, используется это в иудаизме, я уже говорил, в христианской религии, в исламе, практически во всех эзотерических и религиозных направлениях существует такое упражнение. Это упражнение, когда человек кланяется. Оказывается, существует определенное упражнение, в ходе которого человек избавляется от всех заболеваний. Человек должен ставить вот так вот руки, согнутые так, чтобы ладони были возле его лица, и делать очень неглубокие вот такие вот поклоны. В случае, если он делает, сидя, такие поклоны, и делает 5 минут утром и 5 минут вечером, эффект улучшения общего самочувствия может быть уже на протяжении первых 3-4 дней. Можно ли избавиться от очень тяжелых заболеваний? Да, скорее всего, можно. Доказательства книги Серафима Саровского, где он говорит о том, как поклоны могут вылечить человека. Далее, истории, которые можно прочитать о преклонении перед Матроной. Что они делают? Они там многократно, по 108 или по 200 раз кланяются. А также истории христианские, когда очень долго и часто кланяются. Также в момент обхода горы Кайлас люди делают поклонение, и после этого простирание делают это многократно. Так вот, что человек простирается и встает, это один раз. Что человек вот так вот делает, это тоже один раз. Не нужно никого представлять, ничему посвящать, в случае, если человек в течение дня делает вот так вот очень много-много раз. А в иудаизме человек делает вот так, когда читает, допустим, шму с утра или в синагогу приходит, читает молитву. Когда человек делает многократно вот такие движения, он становится существом, которое говорит о том, что в нем существует вера. В случае, если есть вера, тогда человеку можно помогать. В случае, если веры нет у человека, тогда ему никакая сила не поможет. Почему смысл помогать человеку, у которого вера отсутствует? Потому что если помочь человеку, у которого вера отсутствует, то это приведет к тому, что человек скажет, я это сделал. Это увеличит его амбициозность и эгоизм. И человек при жизни может посчитать, что он всемогущий, очень властный. Ну, вы знаете о таких людях, такие люди были. Это великие императоры, которые прославились тем, что убивали вокруг себя огромное количество людей. Это Иосиф Сталин, это Гитлер, это очень много людей таких, понимаете. То есть люди достигали определенных, люди начинали достигать и взращивали в себе амбициозность, становились очень сильными, влиятельными, и после этого вокруг них происходил крах. Почему у этих людей не было веры? С праздником! Всех вам благ! Спасибо! Моё везение в том, что я узнала про вас и начала изучать ваши знания. Спасибо! Я была очень счастлива и всё было просто здорово. Но в один момент всё отбрушилось. Любовь, здоровье, семья, бизнес. Я и не знала, как жить дальше. Искала выход. Казалось, вот нашла. Но ничего не помогало. И вот я узнала про вас. За поем стала слушать. Всё и применять. Ещё не прошло двух месяцев, но уже столько результатов. Спасибо вам огромное. Это счастье, что вы есть. Продолжаем. Итак. Как жить расслабленно? Сказал. Если упражнение, которое поможет эзотерически избавиться человека от всех заболеваний, ответил. Это поклонение. Ещё раз хочу показать, как это делается. Человек ставит вот так руки, делает вдох. Удивляясь. И таким образом, 108 раз или 5 минут утром и вечером. Если у вас сегодня болит позвоночник, ноги или ещё что-то, сделайте так вечером, завтра утром. И поделайте это на протяжении недели. Вы будете приятно удивлены, как такое простое, очень несложное упражнение может убрать у человека тяжёлые болезненные состояния или даже тяжёлые заболевания. Это же уникально то, что я отдаю. Скажите, вы до этого где-нибудь читали об этом или хоть кто-нибудь вам когда-нибудь об этом рассказывал? Ищите радость, удивляйтесь, восхищаюсь. Я это делал, но как только я начинаю радоваться, у меня случается какая-нибудь беда. Причём такая, что врагу не пожелаешь. Сейчас я к этому вернусь. Я всё отвечу. Скажите, есть ли эзотерические методы излечения диабета второго типа? Есть данные методы, существуют. Вам для этого необходимо приобрести семинар, который называется «Эзотерическое целительство», третья часть. Или семинар, который называется «Коды Дуйко». И там есть коды, которые лечат заболевания в сахарный диабет. Также выложена бесплатно совершенно в Ютубе информация. Это шум, который убирает все заболевания. Вам его необходимо найти на моей странице «Официальный сайт Андрея Дуйко» или «Официальная страница Андрея Дуйко». И слушать этот шум каждый день 10 минут, 15 минут. Конечно же, человек обычно говорит, надо же, но тут же нужно заплатить деньги за шум или ещё за что-то. А скажите, разве за извлечение вы не должны платить? Человек обычно говорит, Андрей Андреевич, но у меня вообще всё исчезло. Ну да, у вас всё исчезло. И теперь для того, чтобы это всё вернулось, что необходимо сделать? Необходимо сделать всё для того, чтобы всё вернулось. Слушайте то, что я говорю. Применяйте всё, что я говорю. И вы в дальнейшем будете счастливым человеком, даже если вы не хотите этого. Я даже вам хочу сказать, вот Ирины или Елены Кравцовой, слова сегодня, она статью опубликовала в Facebook, на моей странице и в моей группе «Официальный сайт Андрея». Она написала, помните слова Дуйко, вы можете не верить, а просто выполняйте. Вот я с ней абсолютно согласен. Вы можете не верить мне, я могу казаться вам там гадом, сволочью, некрасивым или ещё каким-то. Я ни при чём. Выполняйте те практики, а также те рекомендации, которые я даю. Слушайте меня, слышьте, применяйте. Это борьба. В этой борьбе вы можете быть в выигрыше и можете быть в проигрыше. Проигрыши – те люди, которые сдаются. Я помню себя, мне было очень плохо, я чувствовал себя плохо, в жизни было всё очень плохо, но я не сдавался. И даже когда совсем было плохо, я всё равно садился, сцеплял зубы, голодный, с высокой глюкозой. После перенесения онкологии, непонятно в каком состоянии, имея тяжёлые проблемы со здоровьем, имея за плечами огромные долги, я не сдавался, потому что у меня была концепция. Эта концепция была эзотерика. То есть я верил, что всё равно при помощи эзотерики можно что-то изменить. Читал мантру денег, говорил или произносил себе слова «Ничего страшного, впереди целая жизнь». Ну и вот, собственно, таким образом удалось выжить. Вчера позвонила подруга, говорит, представь, мне вернули деньги. У неё бывший муж за крупную сумму денег и не возвращал. Всё кормил завтраками, судами отдам. Ей посоветовал купить обсидиан. Говорю заодно, проверишь действия эзотерики. Прошло меньше месяца, деньги ей и вернулось. А вы знаете, что когда вы дарите вот такие эзотерические правила другим людям, то они, скорее всего, с вами потом не смогут работать. А если и будут работать, то будут работать плохо. Ведь данное эзотерическое правило, я его вам передал, а у вас не было на то разрешения. И вы, когда делитесь эзотерическими практиками, в дальнейшем можете столкнуться с тем, что они, к сожалению, с вами перестанут работать. Не совершайте ошибки, серьёзно. Эзотерика ошибок не любит. Это правило, они как аксиома работают. Стоит ли жениться или выходить замуж? Ответ для мужчин и женщин разный. Мужчина, для того, чтобы у него продолжался духовный рост, а также для того, чтобы он духовно возрождался, этому мужчине необходима семья. Так как для мужчины один из элементов духовного подвига и духовного роста является элемент, где он обзаводится семьёй и детьми. Таким образом, если вы мужчина, и если вы живёте, и нет с вами рядом женщины, это будет приводить вас к тому, что вы плавно будете деградировать. Женщина, наоборот, будучи эзотерически, энергетически человеком, которого мужчина вампирит, будучи человеком, который является элементом, ну, нельзя говорить элементом, а человеком, который энергетически является, как бы, человеком, поддерживающим мужчину, у женщины всё очень часто происходит совершенно по-другому. В случае, если женщина имеет семью, в случае, если женщина имеет радость в жизни, и у неё есть о ком заботиться, то для продолжения духовного роста ей нет необходимости иметь рядом с собой мужчину. В случае, если вам не хочется заботиться о мужчине, в случае, если вам вообще не хочется мужчину, не стоит стремиться в этом направлении, и не стоит, чтобы такой мужчина рядом с вами появлялся. Поэтому я хочу вам сказать, если вы мужчина, и вам не надо женщина, то вы должны стремиться к тому, чтобы она рядом с вами появилась. А в случае, если вы женщина, и вам не нужен мужчина, то я могу сказать вам, что есть смысл успокоиться, и переместить свое сознание и чувства в другую сторону по отношению к своим детям, по отношению к своему здоровью и красоте и так далее. У мужчины без женщины развивается озлобленность и апатия. Также не происходит духовной реализации. У женщины все равно. Скажите, вам нравятся те вопросы, которые я озвучиваю сегодня? Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. А можно ли с детьми и родителями делиться вашими практиками? Да, можно с детьми и родителями делиться. Я практики не передаю. Сумма была большая. Поделилась только этой, но теперь буду знать. И вообще ни одной. Спасибо. Пожалуйста. Данная практика является практикой. Мне ее показали, я перенес или отдал ее людям. В случае, если люди начинают это все раздавать, то в дальнейшем у них это работать не будет. Так было с мантрой когда-то. Мантра Оммани Падмахум. Данная мантра Оммани Падмахум, когда ее впервые озвучила Валакитишвара, то человек читал один раз или десять раз мантру Оммани Падмахум и излечивался от всех заболеваний. Также у него исчезали все проблемы в жизни. Эта мантра и сам Валакитишвара стал очень-очень знаменитым существом, пророком, скорее всего, мессией. И в дальнейшем она очень мощно работала с людьми, помогая им. То же самое с христианской мантрой «Отче наш, Жи Си на небеси» или с аятами в исламе определенными. В случае, если это знали люди посвященные, то это работало очень ярко. А теперь такой пример. Есть золотая дверь, но каждый день к этой золотой двери подходят очень грязные люди и обтирают эту золотую дверь. Со временем эта дверь покрывается грязью и через сто лет уже вместо золотой двери находится дверь, на которой очень толстым слоем висит засохшая грязь. Данная дверь уже не вдохновляет ни сознание, ни сердце, а толщина грязи создает зловоние, очень неприятный запах и очень неприятный цвет. Естественно, так же происходит с эзотерикой. В случае, если было передано определенному количеству людей мантру «Омани Падмэхум», то данная мантра работала только в том случае, если ее использовали в оздоровительных целях маленькое количество людей. Но когда они начало знать огромное количество людей, миллионы людей, у этих людей не было… Эти люди, они ее запятнали после этого своим безнравствием, отсутствием милосердия, амбициозностью, внутренней черствостью. Они сделали все для того, чтобы эта мантра перестала работать. Так же и с моими кодами, так же и с моими практиками. Почему я слежу за тем, чтобы это не было в свободном доступе, особенно магическая первая ступень и вообще моя магическая школа? Я борюсь за то, чтобы эзотерика была эффективной. Именно это и нравится мне в моем эзотерическом пути. Я первый человек, который сказал, что эзотерика может быть эффективной, что она может работать очень эффективно и быстро, что эзотерика может быть очень яркой системой работы над собой, что она открывает новые горизонты и дает новые возможности человеку. Ну и почему я не хочу, чтобы это знали все люди? Дело в том, что большое количество людей они запятнают и после этого сделают все для того, чтобы в дальнейшем мы это не могли использовать. И вы, как те люди, которые просто так этим делятся, столкнетесь с тем, что мои же практики спустя 20-30 лет перестанут функционировать или перестанут работать с вами. Почему? Я не буду в этом виноват, потому что если искать виновных, то это точно буду не я, так как я конкретно слежу за тем, чтобы это не распространялось просто так. Как только возникают вопросы, вы сразу на них отвечаете. Это супер. Спасибо. Андрей Андрей, скажите, пожалуйста, а правда ли что аппендикс нужен для переваривания психической составляющей пищи? Нет аппендикс, нет необходимости, он эзотерический, психиатрический, психический никак не связан. Я все время читаю такую информацию, когда читал такую информацию по данным ОБСЕ, а также Министерство здравоохранения, там какого-то здравоохранения американского вроде, было доказано, что в тех семьях, где дети не моют руки, а также плохо относятся к гигиене, в этих семьях дети не болеют аллергией. И доказательства. Во многих странах Африки, особенно в Алжире, французскими компаниями фармакологическими были исследования, и практически все в Африке не болеют аллергией. Это связано с тем, что у них отсутствует чистоплотность, они не моют руки, там не чистят зубы и так далее, так живут. После этого вывод они сделали такой. И скорее всего из-за того, что человек не чистоплотен, у него не развивается аллергия, это связано вот как раз там с этим. Я считаю, что это полная-полная глупость. Почему? А теперь мой ответ такой. Богатые семьи для того, чтобы лечить своих детей, имеют возможность покупать антибиотики. А бедные семьи для того, чтобы лечить своих детей, не имеют возможности покупать антибиотики. И в случае, если рассматривать богатство или бедность, то элементы лечения или покупки антибиотиков есть доходные антибиотики или дорогие, на которые тратится с легкостью большая сумма денег, которые имеют высокую концентрацию действующего вещества, также токсикологического или цитотоксического воздействия на организм больше, чем у дешевых антибиотиков. Именно поэтому я могу сказать, что в тех семьях, где антибиотики дети принимают с самого детства, при этом еще и активные или очень сильные антибиотики, очень часто у этих детей появляется аллергия. Я могу прямо на 100% говорить вот о чем. Аллергия является или аллергия появляется в том случае, если человек активно пользует или использует антибиотические препараты. Именно поэтому я хочу еще раз сказать, в случае, если у человека аллергия, то первое, на что ему необходимо обратить внимание, это на то, когда он принимал антибиотики, какие, а также попринимать препараты, которые могут убрать воздействие антибиотиков. Не статины, допустим. Если мама отвернулась сама, я маму люблю и давно простила, но мы не общаемся, это критика. Мама постоянно всем в чем-то обвиняет, это критика. И контролирует, это тоже критика. Я не виню маму, как же не винить, если вы ее уже критикуете. Так сложилось обстоятельство в то время. Согласен, я ни при чем говорю, совершенно верно. Как быть, можно ли говорить по отношению к маме? Все не связано с тем, как она к вам относилась. Все связано с тем, как вы к ней относитесь. А то, что она с вами общается или не общается, это не имеет никакого значения. Мой отец вообще меня бил, но я в своей жизни это не вспоминаю, давно уже вычеркнул. В моей душе это человек, который меня поставил на ноги, который мне дал возможность быть здоровым в моем возрасте, который научил меня ездить на велосипеде и мотоцикле и курить. Кайлас, делаю практики, читаю мантры, но отношения с мужем ухудшаются. Пропал интим, муж постоянно избегает меня. Стоит ли дальше продолжать работать над отношениями и лучше расстаться? Нет, конечно. В случае, если ваш муж вас не хочет и у вас интим отсутствует, это говорит о том, что у мужчины не формируется мужская энергия и он перешел уже в уровень женской энергии. Каким образом это происходит? Так реализовывается энергия души и сознания у мужчины в случае, если он смотрит на порнографические картинки или еще на что-то. Я не хотел бы рассказывать саму систему, как это происходит, так как это может вас расстроить. С моей позиции это как дополнительная возможность разрушить вашу семью, я бы не хотел этого делать. Так вот, что же необходимо делать? Если мужчина перестает на вас обращать внимание, вы должны насильно заставить его заниматься с вами интимными отношениями. То есть, ложитесь в кровать, ложитесь обнаженной, не ждете, когда он начнет приставать, а сами поворачивайтесь. Я понимаю, как это гадко все звучит. Сами поворачивайтесь, я не знаю, дальше придумывайте сами. То есть, возьмите все в свои руки. Вот если вы возьмете все в свои руки, уже завтра никаких других проблем у вас не будет. Мужчины остывают, у них это бывает, все в порядке. Почистите зубы, сделайте так, чтобы на вас не было волос. Побрызгайтесь каким-нибудь запахом, ароматическими маслами. Не сильно перекармливайте мужа на ночь и ночью, атакуйте. Если он не захочет, то когда он заснет, полежите еще какое-то время и потом разбудите и атакуйте. Тогда он про Соня ничего не поймет. С праздников вас и ваших родных. Крепкого здоровья, счастья. Спасибо за знание. Пожалуйста. Леся Барановская. Спасибо огромное за то, что появились в моей жизни. Сегодня убедилась в работе правила с 6 до 11. Это очень ярко. Супер, Андрей Андреевич, у меня сейчас свой цветочный магазин. Я его очень люблю, но доход не впечатляет. Это пока. И скоро будет хорошо. Я могу сказать вам сегодня специально выложил такую информацию, которая называется «Работай как Таня». Это видео, которое выложено у меня на странице. Я еще раз хочу рассказать эту историю. Однажды был такой период, он был в Украине, это было как раз 9 лет назад, 10 лет назад. Это был период падения или мирового падения доллара, когда все страны начали в конвульсиях метаться. Это ознаменовалось или проявилось тем, что очень много людей начало терять работу, компании начали закрываться, стоимость недвижимости увеличилась. стоимость продуктов увеличилась и так далее. То есть никому ничего не нужно было. Люди как-то затаились. И тогда было как раз перед Новым годом, это в сентябре получилось и до ноября, такое отношение было критическое. Каждый день не хватало людям денег, нечем было платить. И это было очень заметно. И очень много людей ко мне приезжали, так как я говорил о том, что я занимаюсь бизнесом. И у всех была речь одна и та же. Они говорили, Андрей Андреевич, у нас не получается бизнес, у нас все очень плохо. Ну и ряд моих занятий, или ряд моего бизнеса, это было продажа оптом и в рознице драгоценных изделий. И очень много людей приезжало, я занимался оптовой торговлей, и очень много людей приезжало, таких, которые начинали жаловаться, мы не можем рассчитаться, у нас не хватает, аренды все съедают, дайте нам без денег и так далее. Одно из моих правил было, я не давал без денег товар. Почему у меня покупали товар? Они уезжали, и говорили, как у них плохо, а потом у меня были партнеры, я с этими партнерами общался, после этого я с ними разошелся, и смотрел, как у них все очень плохо получается. У меня получалось очень хорошо. Почему у них получалось плохо, у меня хорошо? Дело в том, что я подходил к своей работе уникальным образом. Я выбирал каждое изделие, я смотрел, какое оно, красивое или нет, я пробовал определить, это является модным в тенденциях рынка украинского и российского, так как продавал в двух странах. Также мне очень интересно было подбирать что-то необычное, потому что у всех на витринах были одинаковые виды товара, и из-за этого люди приезжали ко мне, потому что они знали, что у меня можно купить что-то дороже, но исключительно эксклюзивное, но при этом никак попало сделанное, так как подход к товару у меня был каким-то там особенным, особым. Ко мне приехала женщина, ее звали Таня, я в этом видео рассказываю. Она приехала ко мне с такими линзами и говорит, я из Ялты, занимаюсь продажей украшений из натуральных камней, Андрея Андреевича, у меня очень хорошо все продается, очень много продается, и вы представляете, у нее действительно много всего продавалось. Почему? Потому что она была во всем. Дело в том, что когда человек говорит, у меня цветочный магазин, то вы должны сказать, что вам там очень нравится, а что очень-очень нравится, а что очень-очень или совсем нравится. Дело в том, что открыть что-то и контролировать, это не важно, а важно вложить туда душу, важно самому расставить, важно, чтобы это было красиво, важно, чтобы это нравилось вам, важно чтобы это вдохновляло вас важно чтобы те люди которые на вас работали делали так как вы хотите таким образом это и называется работа вот если делать так то тогда получается как захочешь а когда человек берет большую площадь и после этого растягивает товар потому что у него нет денег после этого она не как хочется но мне все равно нужно выживать то человек живет по принципу выживания и бизнес не получается мария маликова бровкина вы пришли к счастью через мантры а как через молитвы можно достичь желаемого я еще не увидел ни одного человека который через их желаемого также я могу сказать что когда вы сказали что я через мантры достиг желаемого то вы немножечко неправильно меня поняли а для того чтобы правильно меня понять вам не хватает просто информации ваша информация которая вам необходима это моя первая и вторая ступень которые совершенно бесплатно выложены сейчас на моем официальном канале в ю тубе андрей дуйко официальный канал я очень рекомендую данный канал все-таки посмотреть и в дальнейшем его дальнейшем найти первую вторую ступень и в дальнейшем использовать те методы которые я вам даю также в случае если вам если вы верите в иисуса христа а также читаете молитвы то я хочу задать вопрос почему вас не слышат и почему это с вами не работает у моих учеников все работает посмотрите можно ли покупать вещи заранее не родившемуся ребенку нет не стоит дети рожденные в мае 2019 какие они будут очень целеустремленные какая должна мама принять ребеночка как должна мама принять ребеночка при рождении с любовью что сказать или сделать нужно ему пожелать счастья в жизни сказать мои маленькие ручки мои маленькие ножки я так искренне желаю тебе чтобы перед тобой всегда открывались вопрос всегда открывались все двери чтобы все в жизни получалось чтобы жизнь твоя была ровненькая это я объясняю на 1 обновленной 1 ступени школы кайлас с праздником ученица школы моему сыну 15 лет проходит вторую ступень хочет на морской курс решил зарабатывать торговлей на форекс у него получится не получится спасибо вам огромное за ваш труд не знаю могу спросить тупость не знаю очень разбираюсь возможно ли чтобы маг который раньше помогал мне справиться с проблемой перетянуть на себя мой денежный поток денежную энергию хочу вам посоветовать прочитайте в википедии синдром который называется синдромом кандинского клерамбо хорошо почитайте синдром кандинского клерамбо это мой ответ вам такой поздравляю вас днем рождения школы кайла спасибо продолжаем почему если жизнь согласно философии нашей школы создана как элемент обучения то у человека не получается обучаться ответ этому звучит так все это связано с выводами которые должен сделать человек объясняю как это происходит когда женщина допустим живет когда женщина допустим живет обычной жизнью и у нее есть сотрудница которая очень плохо к не относится это сотрудница с волочь я условно скажу и после того когда это сволочь делала очень много гадостей то женщина переходит на другую работу и после этого рядом с ней вновь появляется женщина которая потом рядом с ней в виде подруг появляется женщина-сволочь, или же у женщины появляется мужчина, который занимает деньги, потом появляется женщина, которая занимает деньги, потом вновь происходит такая же ситуация, у нее вновь занимают деньги. А скажите, у вас такое было? А ведь если жизнь является школой жизни, то тогда что нужно сделать? Обычно люди из-за того, что ходят в христианскую церковь, А также читали или живут по христианской морали, где одним из главных критериев христианской морали заключается в всепрощающем элементе. Кстати, в иудаизме этого нет, потому что там существует другой параметр, который называется глаз за глаз и зуб за зуб. Там ничего никому нельзя прощать. Я с этим тоже особо не согласен. У меня третий компонент. И в этот момент, когда вновь и вновь занимают, то тогда человек должен сделать вот что. Первое, что он должен сделать, он должен понимать, что тот человек, кто у него занял и не отдал, этот человек сволочь. После этого сделать вывод и сказать себе, что я никому не буду деньги занимать, потому что меня занимают и не отдают. Потому что такими людьми нельзя связываться. Это вывод. До того момента, и после этого отпустить, то есть не мстить, как в иудаизме, не прощать. А у нас происходит так, она у меня заняла деньги, но не отдала, но ей простила все, пусть ей пойдет это там на праздники или еще на что-то. Так а зачем нужно было прощать? А человек, если простил, если жизнь концептуал обучающий, то тогда в случае, если человек прощает другого человека, то это в жизни его должно повториться. Почему? Потому что Господь Бог приготовил для него определенную участь, в ходе которой он должен пройти путь, при котором люди занимают у него деньги, и он при этом до того момента, пока он не научится этим людям отказывать, эти люди будут появляться в его жизни для того, чтобы... И он это может сделать только в том случае, если определит для себя, я не могу этому человеку занять деньги, потому что обычно мне не отдают, они негодяи, и знают, что это негодяи. Людей нельзя прощать, нужно не прощать, не не прощать, нужно просто отвлечься и дальше жить своей жизнью. Таким образом, люди плохие из вашей жизни исчезнут. Не знаю, поняли вы, что я сказал или нет. Дальше. Почему люди страдают в жизни? Ой-ой, Таня, позовите Женю, у нас свет пропал. Сейчас нужно подождать. Все нормально, можно продолжать. Почему люди страдают в жизни? Люди страдают очень часто в своей жизни, эти страдания связаны с тем, что человек очень эгоистичен. Он считает, что все, что он делает в жизни, или все его достижения, это исключительно его достижения, это исключительно достижения в честь него. Он считает, что это он смог сделать, что это благодаря ему это все. И это очень часто лживая и противоречивая система. Потому что на самом деле человеку все дается, потому что это создает для него Божий закон. В случае, если человек не верит в Бога, и у него нет эзотерического направления какого-либо, который может или там религиозного направления, где отсутствует вера, то рано или поздно самолюбование, а также рано или поздно самомнение, самолюбование, эгоизм обязательно приведет его к страданиям. Что же убирает страдания? Такому человеку необходимо два элемента. Первый элемент называется вера, и второй элемент называется адвайта. Все в случае, если у человека появляется вера, и он находится в адвайте, то в дальнейшем он может быть счастливым человеком. О чем я сейчас говорю? Для того, чтобы понять мои слова, вам необходимо пройти первую ступень школы Кайлас в платной версии. Дальше. Вопрос звучит так. Рад и ад на земле. Понятие индивидуальное или связано с элементом? Ага, что такое рай и ад на земле? Я хочу вам сказать. Рай и ад на земле – это понятие, совершенно персонифицированное для каждого человека. Смотрите, как доказать. Ад может быть для человека адом, даже в случае, если человек хорошо зарабатывает, достаточно молод, очень хорошо себя чувствует. Каким образом он может достигнуть состояния и прожить в состоянии ада всю свою жизнь? Как доказать это? Ну вот смотрите. Допустим, человек сидит за столом, и у него за столом нечего кушать. И он сидит за столом, у него вермишель какая-нибудь, там и селедка. Он говорит, я живу как в аду, мне даже кушать нечего. И после этого вдруг этот человек становится богатым на протяжении 10 лет, там или 20, или 30. И вот перед ним другая ситуация. Он сидит, его стол ломится от хлебоявства, на нем икра, и, возможно, рыба, и дорогие продукты питания. И он смотрит на это все с вилкой, говорит, надо же, много так еды, а поесть нечего. И после этого в расстроенном состоянии находятся. Ну вот смотрите, он и раньше страдал от того, что ему есть нечего. И когда он стал богатым, ему вновь есть нечего. Тогда скажите, его ад в чем заключается? А его ад заключается в его, им же принятом мировоззрении. Получается, как бы не было хорошо, ему все равно будет плохо. И другой пример. Я когда-то встретил женщину такую, у них очень хорошая семья. Его зовут, по-моему, Олег, а ее зовут Надя. И меня поразила какая-то улыбчивость и радость у этих людей. Она была очень необыкновенная, они очень мягко друг к другу относились, хотя по возрасту были достаточно взрослые такие люди. Он бывший милиционер, она достаточно бывший работник, бывший продажник, и занималась сетевым бизнесом когда-то. Я с ними встретился за границей. И говорю, вы такие солнечные, очень необычные люди. Она говорит, вы понимаете, мы начинали очень плохо. Она с детского дома, ее муж офицер. И она говорит, мы когда поженились только, то ходили друг к другу в гости два года, пока я не забеременела. И только когда я родила ребенка, то нам дали комнату, и эта комната была, в ней было 9 квадратных метров в общежитии. На 9 квадратных метров мы поставили, у нас не было денег, чтобы что-то купить. У нас кровать была поставлена на четырех кирпичах, а стол заключался в том, что просто табурет стоял. И говорит, у нас был первый совместный Новый год, у нас на табурете стояла банка консервов, а также бутылка жигулевского пива и один мандарин. И говорит, и бенгальская, какая-то там бенгальская свечка. И говорит, мы были настолько счастливыми, потому что я кормила ребенка, держала своего Олега за руку и думала, какая же я счастливая от того, что... И говорит, мы пронесли свою любовь на протяжении всей жизни. Нам было хорошо и плохо, но мы жили в радости. Скажите, кто из них счастливее? Тот человек, которому есть нечего, и который стал богатым. И скажите, рай и ад в течение нашей жизни, этот рай и ад выбирает человек сам себе или нет? Давайте я вам скажу. Это добровольный выбор каждого человека. Вы просто не понимаете. Вы находитесь в аду, преднамеренно его для себя создавая. Могли бы вы рассказать о перерождении? Все ли перерождаются? Я расскажу, но только после того, когда я отвечу на все наши вопросы. Существуют элементы, почему человек... Почему человек находится в аду? То есть человек говорит, да, хорошо так сказать, но как выбраться из ада, в котором я нахожусь? Могу дать вам совет. Этот совет, он называется совет персонифицированного загрязнения. Персонифицированное загрязнение души. Чем загрязняется наша душа? Я вам скажу эти слова, а вы их 100% забудете, подумаете, что это все не важно, начнете читать Лазарева и прочую ерунду, и в дальнейшем также останетесь в аду, в котором вы проживаете. Но если вы примете те слова, которые я вам скажу, я вам обещаю, что они не важны, как бы сейчас вам кажется, но если вы будете их исполнять, то ваша жизнь изменится на 100%, будет персонифицированным раем. Какие это элементы? Человек должен прекратить лгать себе, также прекратить лгать окружающему миру. И второе, ничего не обещать. И третье, ни в коем случае не мечтать. Почему? Если мечтаешь – делай, а если ты не делаешь, то и не мечтай. Мечты разрушают жизнь человека, переводя его в состояние ада. Я об этом рассказываю на четвертой обновленной ступени школы Кайлас. Также могу сказать, что душа начинает страдать, если человек врет, а также не сдерживает свои обещания. Человек должен прекратить врать, особенно себе. Он должен либо не обещать, либо сдерживать свои обещания, даже если ему это тяжело дается. И третье, или какое там, ни в коем случае, не мечтать, особенно вечером. А если он мечтает, то делать что-то для этой мечты. А если вы делаете что-то для этой мечты, можете мечтать. А если не делаете ничего, то даже в этом направлении не мечтайте. Особенно человек разрушает трансерфинг реальности, а также вот та ересь, которую пишут в разных книжках о том, как необходимо мечтать. Я вам хочу сказать вот что. Мечтайте, и ваша жизнь превратится в ад прямо при вашей жизни. Запомните мои слова. Я их еще раз сегодня повторю. Если мечтаете, делайте что-то в отношении вашей мечты. А если не делаете, то даже и не мечтайте. Иначе разрушите свою жизнь полностью. Андрей Андреевич, а вы празднуете Пасху? Да, я люблю этот праздник. Мне нравится праздник Пасхи. Я могу сказать, что я не из христианской семьи. Также могу сказать, что мои родители, сейчас мама верующая, она ходит в христианскую церковь. Наверное, насколько я знаю, там в деревне у нее есть. Там стоит иконка у нее в зале Иисуса Христа. Она там за кого-то молится и так далее. Но я могу сказать вам, что я не тот человек, который исповедует религию христианства, иудаизма, индуизма и так далее. Чтобы понять мое мировоззрение, почему я не верю в эти религии, я не верю в их эффективность. По моему мнению, жизнь человека в аду, она происходит на протяжении жизни, когда человек живет здесь на земле. А жить плохо для того, чтобы потом ожидать царствие небесного и в дальнейшем рая. Но у меня много очень вопросов возникает по отношению к раю. Я тоже не хотел бы об этих вопросах говорить, так как считаю, что это оскорбление людей верующих. Я не противник религиозных направлений, только в том случае, если они не сталкивают лбами друг друга людей, потому что очень часто за счет того, что человек верующий, он начинает искренне верить, что люди неверующие хотят поработить его религию, веру, забрать у него язык и так далее. Как сказал вчера один народный депутат, нет языка, нет там еще что-то. Хотя я могу сказать, что, по моему мнению, тот закон, который приняли на территорию Украины, он был не нужен. Объясню вам почему. Дело в том, что в Конституции Украины уже очень давно принят украинский язык как державный язык. То в случае, если он державный, то зачем принимать еще один закон? Но дело в том, что для людей этот язык, он звучал как язык, вернее, закон о языке, а для меня этот закон о языке звучал по-другому. Дело в том, что этот закон, он был другим. Это закон, ограничивающий возможности людей, исповедующихся на русском языке или разговаривающих на русском языке. То есть, фактически, унижая 30 или 40 или 50 процентов русских людей, которые находятся на территории Украины, фактически, они перевели русскоговорящее население в сторону населения национального меньшинства, таких как армяне, грузины и так далее. Скажите, русское национальное меньшинство, его должна поддерживать страна Россия? Должна. И что произошло? Естественно, произошло событие, когда Владимир Владимирович Путин сказал о том, что с удовольствием я готов выдать вам документы в ЛНР, ДНР. Ну и, скорее всего, всем людям, кто русский, находится на территории Украины, будучи национальным меньшинством, скорее всего, им в дальнейшем начнут выдавать паспорта. Ну и к чему это приведет? Если Украина собиралась каким-то образом формировать как-то коммуникации с ЛНР, ДНР или коммуникации с Российской Федерацией, ну, заканчивать то противостояние, которое есть, или сохранять свои территории, то, что они сделали, ни в коем случае не стоило бы делать. Таким образом, те люди, которые начали кричать «Мы за державность, наконец-то это произошло», уже нарушили закон Украины, который заключается в том, что не стоит язык, который принят как единственный государственный в конституционном праве, переводить в формат дополнительного закона, так как это противоречит Конституции. Тем самым, 300 человек, которые проголосовали за этот закон, фактически уже сегодня или вчера нарушили Конституцию Украины. Ну, вот вам и мировоззрение совершенно другое. И после этого, почему такие грамотные люди, как я, не занимаются политикой, зачем оно мне? Я занимаюсь эзотерикой, для меня это политика. Я надеюсь, я никого не обидел этим. Андрей Андреевич, вы говорите, что человек рожден для радости. Тогда почему божественные аватары приходят на землю и терпят большие страдания? Чем более развита душа, тем сложнее условия рождения ее миссии. Я считаю себя аватаром. Я считаю себя человеком, которому дана миссия. Я об этой миссии знал с возраста трех или четырех лет. Я понимал, что я буду тем человеком, который будет управлять. Я понимал, что я буду тем человеком, за счет которого произойдет изменение в социуме. Я свою миссию четко принимаю. И могу сказать, что моя жизнь, она наполнена бесконечной радостью. Поэтому ваше убеждение в том, что аватары что-то преследовало и ждало, говорит о том, что у этих аватаров отсутствовало состояние радости рас и отсутствовало состояние веры. Я понимаю, что такое верить. Вы представляете, вера является моей защитой, вера является моей энергетической силой, вера является моей, наверное, аватарной энергией, если так можно сказать. Об этом всем написал даже в своей книге. Она называется «Ваджарное сердце». С праздником. Ну а почему я праздную тогда христианские праздники? Я праздную не только христианские праздники, а праздную Новый год. До этого на прошлой неделе я праздновал Песах, еврейский праздник, связанный с исходом иудеев из Египта. Их Моисей выводил. Мы тоже купили вино, ели мацу и там из бокалов таких, как они называются, не помню уже. Даже включили звук такой, где пели шму. И там слушали Киркорова, мне мама тихо говорила это на основе еврейской песни очень знаменитой. Естественно, могу сказать, что я праздную все праздники, которые существуют. В случае, если они очень красочные, мне нравится Песах, мне нравится Пурим. Из христианских нравится Пасха, она связана с яичками и пасочками. Мы будем праздновать. Светлана, моя теща, надела холодца и за это очень благодарен. Я его люблю. Также, скорее всего, послезавтра поедем все вместе выйдем на природу. Дети мои разукрасят красками вместе со мной эти яички вареные. Будем ударяться, разрежем этот пасочку, поставим на стол. Будем даже на следующий день, если кого-то там встречать, будем целоваться. Потому что это самое приятное, что есть на праздник Пасхи. Это встречать кого-нибудь с криком «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Кого-нибудь целовать в две щеки и потом со всей силы в губы, особенно если человек красивый. И знаете, это очень приятно. Это дает радость, это дает расцвет на земле. Знаете, у людей появляется доверие. Ну, в христианском мире как-то не принято людям обниматься, целоваться. В момент того, когда появляется Пасха, это чуть ли не единственное время, когда люди могут вот так запросто пошутить, поцеловаться. Мне нравятся языческие праздники, Ивана Купалы. Вообще, все праздники, которые празднуются и которые знаменитые, которые прекрасные, я к ним с удовольствием отношусь. Это возможность испытать какую-то дополнительную радость, повод для того, чтобы повеселиться. Далее вопрос. Что ждет от человека Бог? Сегодня уже 19.32, скоро закончим. Что ждет от человека Бог? Скажите мне, что может ждать от человека, что может ждать отец от своего ребенка? Вот смотрите, если Бог отец человека, духовный отец человека, то что должен вот я ждать от своего ребенка, которого я родил? я могу вам сказать, я ничего не ожидаю. Я ожидаю счастья, здоровья, я ожидаю семейственности, потому что я бы хотел, чтобы каждый ребенок мой, чтобы у него появилась семья, чтобы у сына появилась жена, Чтобы у них было счастье и здоровье Вот чего я ожидаю Поэтому чего ждет Бог от человека Я могу вам сказать Он ждет счастья, здоровья, семейственности Он ждет радости от человека Но вот что должен ждать от Бога человек Я могу сказать Соблюдение Божьих законов Вот смотрите, что делает Бог В физике есть законы Когда определенные электроны Определенным образом складываются Или определенные молекулы Определенным образом соединяются Неужели вы думаете, что если бы Бога не было Это бы соединялось правильно Такого бы не было Потому что все должно соединяться По какому-то закону Существует ряд законов Соединение электронов Соединение определенных химических элементов Электричество Радиация Пар, вода, окружение Магниты и так далее Соединение молекул Соединение клеток в человеке Формирование гормонов определенным образом И это все Движение электричества Это все имеет определенный закон Вот этот закон называется Общим законом, концептуалом божественности Этот закон изменить нельзя Как бы человек не стремился к тому Чтобы этот закон перелететь Или как-то изменить Ничего у него не выйдет Закон есть закон и он божественный Бог следит за тем, чтобы этот закон исполнялся Если бы бог исчез И перестал бы закон работать То клетки начали бы соединяться Как попало А почему человек начинает болеть Онкологическими заболеваниями Человек болеет онкологическими заболеваниями Потому что у него не бывает веры Он настолько амбициозен Он эгоистичен Что вот до самого последнего момента Он считает, что он все способен Он все может сделать У него все получится И так далее И он разрушает закон Какой? Божий закон концептуальности Закон концептуальности Это закон, в ходе которого Человек рожден для того, чтобы прожить счастливым И что может помочь этому человеку? Вера, слова Скоро у меня это будет И после этого отвлекание от того, что это скоро появится Почему? Пусть на плечи божественной энергии что-то ложится Пусть общий закон работает Вы рассказываете о методе с лампочкой Но после применения не получается забыть о человеке И вновь одолевают страдания по нему Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно делать Никак человек не может убрать у себя привязанность от другого человека В этот момент человек должен выполнять практику Которую я даю на семинаре Который называется Убирание зла и проклятий Или читать код от блуда Или второе Выводить из себя змею Которая выпадает из половых органов И раздавливать ее Либо есть третий момент Он должен просто отвлекаться В тот момент, когда человек Или он думает о человеке Он в этот момент должен начать проговаривать себе Все, что видит вокруг себя Также хочу вам сказать, что очень сложно живется тому человеку, который ничем не занят Если человек ничем не занят, его страдания вырастают Займите себя чем-либо Делайте так, чтобы вы были заняты 24 часа в сутки Если 24 часа в сутки вы заняты Поверьте, вам будет просто некогда чем-то другим заниматься Начните уборку Начните что-то делать Труден день до вечера, если делать нечего Начните за кем-то ухаживать Начните физкультурой заниматься Танцевать Начните заниматься Распределите ваш день, чтобы у вас не было свободной минуты Это все отвлекает Какие методы с лампочкой, такая чепуха Можно ли эзотерически повлиять урожайность Ученик платной первой ступени Как от этого напрямую зависит мое выживание Возьмите соль Возьмите сахар, вернее Возьмите сахар И идите на поле, где у вас урожайность должна быть И говорите Я угощаю тебя земля И рассыпьте этот сахар Пройдитесь сами по полю Я благодарен тебе И это преподношение от меня тебе И после этого увидите, как у вас увеличится урожай Это очень эффективно работает Мы с сестрой как будто перетягиваем канат неприятности Если у нее с мужем хорошо, то у меня плохо И наоборот Что это может быть? Просто совпадение 6 лет живем с мужем То хорошо, то невыносимо Как бес в него вселяется Это может быть все, что угодно Это могут быть психические отклонения Это может быть общая усталость Я хочу вам сказать Женщина, она должна знать Что если мужчина унылый Если мужчина ничего не хочет делать Это говорит о том, что у мужчины не выделяется тестостерон У мужчины выделяется тестостерон только в двух случаях Если он занимается интимом с женой своей Или в случае, если он кричит Если вы видите, что ваш муж кричит Скажите, что ему нужно Скажите, что ему нужно Ему нужно интим Или ему нужно что Я вам хочу еще раз сказать Если ваш муж кричит, ему необходим интим А почему он кричит, ему необходим тестостерон Если он не кричит И у него нет интима То у него будут панические атаки Депрессии, уныние, апатия и так далее И спасти его будет невозможно Это частое явление тех людей, которые приходят ко мне Возьмите меня в круг Окей, вы в кругу Спасибо за создание Кайла С днем рождения А нам духовного роста приобретении материального богатства Что вы можете сказать про большой андронный коллайдер Является ли данное изобретение толчком для дальнейшего развития цивилизации Для того, чтобы цивилизация в дальнейшем начала расти Ей необходимо, как ни странно Я покажу сейчас очень смешным Обратиться ко мне В случае, если человеку или группе людей Необходима какая-нибудь идея или изобретение То я могу с точностью описать Передачи мыслей на расстоянии одного человека и другого И какое оборудование можно для этого изготовить Я могу объяснить, каким образом сделать двигатели Не используя продукты горения и электричества Я могу объяснить, как сделать двигатель с таким необычным поршнем Для того, чтобы двигатель работал просто на сжатом воздухе И работал очень долго Чтобы машина могла проезжать сотни километров во все стороны Скажите, что еще нужно человеку Допустим, изготовление топлива Изготовление топлива с использованием воздуха и никеля Я могу объяснить, как это все делать Я могу показать или даже рассказать, как эти установки работают Почему я это все знаю и это все не запускаю Для того, чтобы это все запустить, необходимо деньги Скажите, у вас есть деньги? Если у вас есть деньги, возьмите и делайте А я вас научу А в случае, если денег нет и вы хотите поговорить, то не стоит и начинать Вы понимаете? А там коллайдер, они не тем занимаются Они бы мне сказали, мы бы хотели, чтобы то-то, то-то было Я бы все рассказал Почему? Я напрямую подключен к энергоинформационному полю Могу запросто снимать абсолютно любую информацию Просто я не хочу эту информацию снимать просто так Почему? Потому что, когда я просто так это делаю, потом мне не дают Почему? Если ты берешь, то используй А если не используешь, то и не бери Вы представляете? Муж, который смотрит порно-ролики Для того, чтобы муж не смотрел порно-ролики, женщина должна изменить себя Она должна быть той женщиной, которой мужчина начнет ревновать Какая это женщина? Это женщина, которая начнет красить губы алой помадой Начнет заниматься спортом И которая начнет специально ходить в тренажерный зал У меня есть такая ситуация в жизни Обратилась молодая семья И она говорит по секрету, красивая женщина Андрей Андреевич, он совершенно ко мне не прикасается Я ей говорю, хотите, чтобы он начал к вам прикасаться? Она говорит, хочу Начните каждую неделю, три раза или два раза Ходить на 2-3 часа в спортзал без него После этого она убедила, что ей нужен спортзал И начала ходить Потом написала мне Андрей Андреевич, низкий вам поклон Я не знаю, как это работает, но это работает Кого он ищет в порнографии? Он ищет в порнографии женщин, которые ему нравятся О чем это говорит? Это говорит о том, что женщина, которая живет рядом с мужчиной Перестала ему нравиться Почему? Потому что у нее неухоженные руки, неухоженные ногти Она волосатая, от нее плохо пахнет Изо рта плохо пахнет И она голодает Но она может себе сказать Зато ему родила ребенка Он пусть будет благодарным Ну, знаете, это все банальная правда жизни К сожалению, мужчине, если говорить Эта женщина хорошая, она твоя жена Пусть она тебе нравится В случае, если она не нравится То, к сожалению, ничего сделать невозможно будет Один из методов Заставить мужчину перестать смотреть порнографию Обычно это делают мужчины, у которых есть свободное время Заставить этого мужчину включить энергию Начните дома немножечко кричать Начните воспитывать этого мужчину Вытаращивайте глаза Сделайте жизнь его невыносимой Тогда он точно смотреть порнографию не станет Сделайте так, чтобы он злился на то Что вы гипотетически можете завязать отношения с другим мужчиной Но я не хотел бы давать такие советы Вопрос такой Если бы вам было разрешено Избавить мир от одной какой-нибудь детали или вещи Что бы это было? Я могу вам сказать Я бы ввел запрет на хитрость Дело в том, что Иисусу Христу не нужно было говорить Такое большое количество смертных грехов Укради, не убей и так далее Прелюбодеяния Кстати, я хочу вам сказать О том, что он был не нов в том, что он сказал Дело в том, что задолго до него Существовали смертные грехи И существует 10 смертных грехов Которые в свое время написал Евагрий Вы можете в интернете найти Это чревоугодие, прелюбодеяние, воровство, корыстолюбие, тоска, печаль, гнев, уныние, тщеславие, гордыня, лень и зависть Таким образом, Евагрий говорил о том, что это является смертными грехами Поэтому, когда, допустим, мы читаем Евангелие, где Иисус Христос говорит о том, что Он якобы пришел для того, чтобы избавить людей от этих 8 смертных грехов Могу сказать, что до него за много-много лет Это говорил уже Евагрий, который говорил, что это в дальнейшем является смертными грехами Поэтому могу сказать, что это было 100% не ново Также могу сказать, что Иисус Христу не нужно было бы говорить о... Надеюсь, не обижаю христиан или верующих людей Я считаю, что самому Иисусу Христу можно было бы и не говорить слова Все эти слова Ему необходимо было бы сказать вот, что Один из самых ярких смертных грехов, после которых человек не спасется, является хитрость Смотрите, все остальные грехи являются производными хитростями Какое там, допустим, чревоугодие Человек хитрит, даже когда он сыт, он начинает обманывать свой желудок и начинает объедаться Вместо того, чтобы не сказать себе, я толстый, хватит Дальше, не укради Что такое украсть? Это схитрить Не убей Что такое? Ради того, чтобы стать богаче, человек убивает Или чтобы там, как с Каином и Авелем, чтобы кто-то там перед отцом был любимее Это все хитрость Получается, не нужно было придумывать большое количество законов Необходимо было только один закон придумать Это хитрость Вот я считаю, если бы одним нажатием кнопки или одним щелчком пальца Мир бы стал бесхитростным, то мир был бы удивительно хорошим Потому что за счет хитрости и происходит самое большое количество проблем То есть, вот смотрите, в Верховной Раде, как бы с одной стороны, это хороший закон и так далее Но это хитрость все, которая приведет к тому, что начнутся какие-то особые действия Которые могут привести к разрушению этой страны без того несчастной и так далее Андрей Андреевич, вы считаете, человечеству лучше было бы остаться в язычестве Или переход на христианство был неизбежен? Откройте историю И откройте историю в том месте, где пишется о христианизировании Киевской Руси О приходе Иоанна Грозного и имя его Грозный было необычным Почему? Он всеми путями, он предал языческую культуру России или Руси, Руси вернее Он предал ее и впустил двух крестителей То есть, он фактически взял поддержку греческой культуры Тем самым сказал, что мы будем теперь поклоняться вашим богам При этом тех людей, которые исповедовали эту культуру, он их традиционно сжигал, уничтожал А почему его назвали кровавым? Потому что если он узнавал, что где-то исповедует культуру нехристианства То он ее, эту культуру полностью уничтожает Поэтому было уничтожено огромное количество исторических документов Которые бы могли открыть свет на прошлое в традиции славянского или древнеславянской культуры И, естественно, самый ранний материал, который мы можем найти Ну, как бы есть раньше, но не является достоверными историческими памятниками Ну и уже начинается это все с христианской Руси Памятник истории, книга о полку Игореве Хотя до этого, скорее всего, огромный пласт информации Огромный, просто огромный глобальный пласт информации Он куда-то делся Кто же его уничтожил? Иоанн Грозный Естественно, я могу сказать, что навязанная культура Или навязанные идеи, которые убрали у человека Или убрали у целого народа корни Привело к тому, что народ, который столетиями, возможно, тысячелетиями Нарабатывал свою культуру В которой, скорее всего, были и песни И, наверное, какие-то культурные ценности Или еще что-то Полностью были разрушены Я могу сказать вам, что если бы не было культуры христианства То на земле было бы больше счастливых людей Но я точно так же могу сказать о совершенно любом религиозном направлении Но не имею права это делать Конечно же, я за Но я хотел бы сказать, что не стоит прямо на 100% говорить, что Там, Христос за людей отдал жизнь Согласен Христос за людей отдал жизнь Я за этим абсолютно согласен И после этого Если Христос отдал за людей жизнь То тогда люди начали жить лучше И тут вопрос такой А начали ли лучше жить? Если провести исследования дохристианские И исследования послехристианские То я могу сказать, что это не так то есть они не начали лучше жить потому что в византии рисовали красивее вспомним картины леонардо да винчи вспомним более поздние картина андрея рублева скажите они отличаются между собой то есть можно ли сказать что культурные ценности а также опыт духовные культурные он изменился конечно он стал хуже он не стал лучше то есть можно сказать что данная культура она не только не улучшила она всеми путями собиралась и делала все для того чтобы не развивалась культура чтобы не развивалась искусство чтобы как можно сильнее затормозить идеи оздоровления человека еще два века назад говорилось о том что не стоит брать из вены кровь потому что это идет в разрез с духовными концепциями христианства и так далее знаете это да есть такие страны ислама допустим африканские страны там египте где люди которые исповедуют ислам кастрирует своих дочерей в раннем возрасте удаляя им большие малые половые признаки потому что это считается богу неугодным и так далее там кастрирует мальчиков случае если у них нет денег это все под под это все формат ислама вы представляете хотя в самом исламе в коране ни одного слова об этом не сказано но дело в том что очень часто это читают люди которые имеют свои цели и после этого это все можно трактовать проктор трактовать со своей стороны даже человек говорит андрей андреевич но я просто читаю потому что это знание и так далее я могу вам сказать если просто читать то можно трактовать и додумывать что угодно между строк вырванном концептуале или вырванном контексте можно все что угодно там найти вот все что угодно в таком большом произведении как война и мир 2 николаевич толстого можно ответить на все вопросы которые есть на земле какое самое важное качество человека я считаю что самое важное качество человека которое существует на земле это желание продления жизни своего рода я считаю что род человека он должен существовать я считаю что один из самых пакостных или нарушающих законов это распространение проституции распространение педофилии распространение популяризация гомосексуализма я считаю что преступления против народа это поощрение распространения наркотиков распространение употребления солей которые являются очень тяжелыми наркотиками разрушающими психику человека распространение а ведь это никто сейчас не контролирует на территории российской федерации очень много детей в молодом возрасте до 20 лет используют амфетамины принимают наркотики это свободно можно купить свободное я не верю что такая страна как российская федерация не верю что такая страна как украина с огромным масштабным системным подходом к контролю людей не может наладить системы при помощи которых она бы убрала наркотики с территории страны алкоголь возможно невозможно убрать но наркотики сто процентов можно убрать тогда это кому-то нужно как это наших странах постсоветского пространства странах которых никогда никто не знал о наркотиках во времена советского союза сейчас есть наркотики это же позор это власть которая говорит мы очень много сделали ей нужно сказать о наркотике но почему проституция наркотики педофилия гомосексуализм почему это открыто популяризируется, и почему к этому есть доступ. Я приехал в Арабские Эмираты, написал порнографию в телефоне, и ничего не выдало. У нас можно написать порнографию в России, Казахстане, Белоруссии, и свободно выдает большое количество. То есть, они закрыли в Украине, они закрыли ВКонтакте и в Одноклассниках, но зато не позакрывали порнографию. Ну так, а что нас больше интересует, ВКонтакте или порнография? Ну так, пусть закроют порнографию, пусть все слова там, порнография, женская там, проституция, проститутки и так далее. Пусть это все исчезнет. Это же очень несложно сделать. И после этого они говорят нам о том, что они очень много делают для страны, бомбят Сирию и так далее. Пусть закроют сайты, пусть у нас, пусть у нас люди хотят продлевать род, пусть у нас люди хотят создавать семьи, пусть эти семьи хотят друг друга любить, пусть в этих семьях рождаются дети, пусть род продолжается. Зачем у них убирает возможность продления рода? Зачем? Чтобы на этой территории кто жил потом? Дальше. Чтобы сделать, чтобы быть богатым? Что сделать человеку, чтобы быть богатым человеком? Я хочу вам дать совет. Если вы хотите быть богатым человеком, то вы должны принять для себя такую концепцию. Делайте немножечко больше для своих потомков, чем для себя. Когда я что-то делаю, я это не делаю для себя давно. Я это делаю для своих дочерей, делаю для того, чтобы у дочерей, у их детей было, и делаю для их детей тоже. То есть я всеми силами пытаюсь следовать словам, которые в свое время сказал Анансис. Делай для своих детей больше, чем ты делаешь для себя. Я с этим абсолютно согласен. Это стимулирует, мотивирует и заставляет шевелиться. А если для себя, то мне все устраивает. Я бы мог ничего не делать. Но когда я думаю о тех детях и своих потомках, которых я люблю, это заставляет меня быть социально ответственным, заставляет меня иметь свою точку зрения, заставляет заниматься бизнесом, заставляет шевелиться в моей жизни. А так для себя я уже все смог сделать. Ну и теперь я думаю, я ответил на те вопросы, которые были, скорее всего, вам интересны. Скажите, вам сегодняшний семинар понравился? Те вопросы, которые я озвучил, были интересны для вас? Как я могу помочь моим сыну и дочери, поправить их здоровье и создать семьи для продления рода? Давайте я вам отвечу. Вы можете купить у меня платную первую ступень и использовать практику, которую я называю выпрашивание. Здравствуйте. Зеленая нитка вылечила поясницу, нашла любимую работу. Зато нам вылечила демодекоз. Стала жить без долгов и кредитов в течение года. Спасибо, Светлана. Спасибо. Хочу продлить год, продлить род. Хочу продлить род. С праздником. Прошла две ступени, читаю мантры и слушаю шумы на замужество. Есть мужчина, но он никак не решается на серьезные отношения. Скажите, решится он на семью в ближайшее время? Решится. Расскажите про нашу новую страну Кайлас. Нет. Пересаженные органы препятствуют перерождению. Какие не препятствуют, можете смело органы пересаживать. Спасибо за все. Еще один вопрос. Бабушка хочет продать дом в селе, чтобы потом купить квартиру в городе. Как я могу ей эзотерически помочь? Вы можете ей помочь при помощи методов, которые я даю на платном семинаре, который называется Первая ступень школы Кайлас обновленная версия. Все, что вы говорите, супер полезно. Большое спасибо. Огромная благодарность за семинар выпадающего. И вам тоже спасибо. У дочери в детстве 10 лет был хронический пилонефрит. Часть анемии отнималась, и не имели руки. Сейчас 38 лет. Все повторяется после вторых родов. В январе была онкология по-женски. Делали операцию лазером. На проверке через 6 месяцев сказали, что все хорошо. Андрей Андреевич, что вы посоветуете при отнимании не менее рук и ног? Ну, как я могу здесь советовать? Это вебинар, связанный или посвященный эзотерике. О чем вы? Как можно помочь? Все. На этом наш вебинар закончен. С вами был Андрей Дуйко. Я еще раз хочу вас поздравить с 9-летием нашей школы. Закончу я данный вебинар какой-нибудь страницы из моей книги «Ваджарное сердце». Таня, можете мне ее дать, эту книжечку? Давайте вы напишите страничку. Также я хочу вас попросить, после того, когда закончится данный вебинар, обязательно перейдите по ссылке данного вебинара в YouTube и нажав на кнопку YouTube. И после этого обязательно нажмите на колокольчик подписаться, оставьте свой комментарий или свое поздравление или какое-либо пожелание мне, а также ученикам школы Кайлас. Не забывайте расширить или распространить данное видео на своих страницах, тем самым мы сделаем мир лучше. Поздравляю Андрея Андреевича и всех учеников Кайлас с праздником нашей любимой школы Кайлас. Игорь Мочеренко уже 9 лет в школе Кайлас. Да, Игорь Александрович? Ученица школы «Чистка слоев» очень хорошо работает. Конечно. Ваша платная ученица, как влияет чужая фамилия на жизнь женщины и ее сына? Напишите, как фамилии влияют на жизнь человека? Андрей Дуйко. Я об этом рассказываю. Есть специальный семинар. Бесплатный. Розита Котенко-Марьясис. Ага. Наталья Наконечная написала «Страница 71». Итак, открываем страницу 71. 13 глава. Эпиграф главы. «Человек рожден с необыкновенным инструментом своих чувств. Это определенный механизм, который состоит из 25 сфер, находящихся друг над другом». Итак, 13 глава. «Место, где находится сердце, с этих слов начал свою вечернюю беседу преподобный Патрул и обвел указательным пальцем правой руки все место своей груди. Это место человеческого чувствования. Это тайное место человека. Именно чувства выделяют человека на земле. Все остальные существа тоже имеют чувства, но они не умеют на них сосредотачиваться. Их чувства заменяются рефлексами. Таким образом, для человека это место является ключевым, делая человека человеком. Но при этом, конечно же, можно выделить, что именно это место в человеке является первоосновой энергетического появления всех неприятностей в жизни, всех моментов счастья, а также именно это место является обителью, добродетели для человека или местом накопления скверны. Если уметь работать со своим местом чувств, энергетическим центром, то очень быстро у тебя открываются паранормальные способности, которые не могут развивать люди за все свои жизни, что бы они ни делали и как бы они к этому не стремились. Это и есть самая тайная магия. С этого места все начинается боль, страдания, радость и счастье. Нужно запомнить, человек рожден с необыкновенным инструментом своих чувств. Это определенный механизм, который состоит из 25 сфер, находящихся друг над другом. Представить их очень несложно, если начинать их представлять в виде шкафчика, в котором маленькие тумбочки. В начале одна коробочка, под ней три, под ней пять, под ней семь, под ней пять, под ней три, под ней одна. И тогда получается 25 коробок. Почему я начал говорить про коробочки? Дело в том, что начать управлять своими чувствами очень несложно. Как только у вас появится негативное чувство в области груди, определите его мысленно, откройте коробку и высыпьте на землю все, что в ней находится. Это мгновенно и практически навсегда уберет у вас данное негативное чувство. Такие сферы накапливают энергии чувств и создают в ней воджарный котел. Такую квинтэссенцию объединения чувств в свет. Таким образом у человека становится душа светлой. После этого Патрул еще долго рассказывал о котле и о том, как его построить. Закончил Патрул свой разговор такими словами. Все, что угодно может быть с людьми. Невезение, обиды, долги. Все это истощает, лишает здоровья, делает жизнь их невыносимой. Все можно изменить при помощи нашей эзотерики, но она всегда начинается с наших чувств. Что мы чувствуем внутри себя, то с нами и происходит. Удивительная жизнь начинается с развития удивительных чувств в нашем сердце. Я хочу их вам напомнить. Это милосердие, это когда мы со всей силы хотим воспитать, но не делаем этого. Терпимость, это когда мы со всей силы хотим критиковать, но не делаем этого. Желание помолчать, а не спорить, это когда мы со всей силы хотим спорить, но не делаем этого. Меролюбивость, это когда мы со всей силы хотим наказать кого-либо, но не делаем этого. Принятие, это когда нам кто-то неприятен, но мы не обращаем на это внимание. Все равны, каждый имеет право быть собой. Это все пути развития духовности человека. Духовный путь, это доброта, которую вы отдаете, и радость, которую вы способны принять. В этом основа духовного развития. Вот такая получилась у нас страничка и вот такое прекрасное окончание о духовной жизни человека. Я желаю вам успехов, до свидания. Если у вас появилось желание отблагодарить меня, вы можете нажать на кнопочку поблагодарить Андрея Андреевича Дуйко сверху над моим видео. Также в случае, если вы смотрите это видео в YouTube, не забудьте подписаться под этим видео и в дальнейшем подписаться над получением новых новостей, которые будут идти из моего сайта dujko.guru. Если вы хотите онлайн присутствовать в этих вебинарах, вебинар здоровья проходит в пятницу, проходит вернее во вторник в 12 часов дня по Украине и зайти на него можно, если перейти на страничку в интернете adujko.com мой персональный сайт называется dujko.guru здесь вы можете участвовать в вебинарных комнатах и задавать вопросы онлайн или участвовать вот в таких вебинарах онлайн, чего сделать в YouTube невозможно. С вами был Андрей Дуйко, до свидания.